Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь продолжить тему мясных деликатесов домашнего изготовления. Люди делятся на тех, кто не любит субпродукты, вообще языки в частности, и на тех, кто их обожает. Я как раз таки из вторых. На мой взгляд, нормально отваренный говяжий язык уже сам по себе великолепен, но мне хочется сегодня сотворить что-нибудь более интересное. Сразу скажу, я так еще не готовил, и что получится на выходе, не знаю. Но тем более интересный результат. Техника приготовления стандартна для цельномышечных, вареных и варенокопченых ветчин. Кстати, вы знаете этимологию слова ветчина? Это от слова ветхий, то есть старый. Ну, имеется в виду, что не свежий. До Руси издавна употребляли мясо как в свежезабитом виде свежатино, так и в ветхом виде ветчины. Впрочем, был еще один вариант сохранения впрок. Назывался дело солонина. Итак, сначала посол и созревание, ну, то есть ферментация. Для уменьшения потерь влаги и для ускорения посола собить этот пятнистый язык, я буду шприцеванием. 1350, ну, почти 1400. Вросол в него надо будет вогнать из расчета 10% от веса куска, то есть 140 миллилитров. А соль возьму 2% от веса мяса, то есть 28 граммов получается. Причем, половину из них нитритное с содержанием нитрита натрия 0,4-0,5 процента, а вторую половину, вторую 14 граммов, обычная поваренная. Вода у меня, кстати, здесь прокипяченая и остывшая. Теперь надо все старательно перемешать до полного растворения, чтобы кристаллики-солики и иглу шприца не забивали. Что, поиграем в доктора? Надо постараться обколоть как можно более равномерно. Со всех сторон. Да и вообще не лишним будет этот язык, затем еще и помассировать. Все. Теперь его можно отправлять в холодильник на созревание, то есть на ферментацию, на двое-трое суток. Теоретически, наверное, можно было бы и на неделе его там оставить, и он только вкуснее будет, но я столько не выдержу. Кроме того, надо мне заранее заботиться оболочкой для языка. Это для того, чтобы он потом в результате копчения оставался более сочным, чем если бы без оболочки и делалось. Традиционно такие языки, если верить справочникам Рогова и справочникам наркомпищепрома, оборачивали шпигом. Ну, во-первых, я его вчера не нашел, а во-вторых, как уже сказал, мне хочется поэкспериментировать. Поэтому прикупил в магазине вот так вот тонко нарезанной сырой свиной грудинки. Кстати, обратили внимание на название, да? Панцетта, как говорят испанцы, ну или панчетта на итальянский лав. Я вам уже говорил, что панчетта – это не рецепт, это часть туши. Ее я тоже собираюсь засолить из расчета 2% соли. Также половина поваренной, половина нитритной. Грудинка, в моем случае, имеет и достаточное для моих целей количество сала и мясные прожилки тоже имеются. И вот теперь все подготовленное можно убирать, наконец-таки, в холодильник. И снова здравствуйте. Язык у меня просолился и даже, наверное, уже частично ферментировался. По крайней мере, я на это надеюсь. Можно продолжать процесс. А, какой пятнистый красавец. Самая главная задача сейчас – снять с него шкуру. И именно этот момент меня, признаться честно, больше всего напрягает. Я тут посоветовался с опытным колбасником, и он выдал мне такую рекомендацию – ошпарить язык в течение 10 минут, а затем ухолодить и снять шкуру. Опытный колбасник – это Павел Колбаскин, профессиональный колбасный технолог, и по совместительству хозяин магазина Ем Колбаскин. Как видите, взял самую большую кастрюлю, чтобы при погружении холодного языка не слишком уж сильно вода остывала. Ждем 10 минут. Теперь надо его вытащить из кипяточка и отправить в чашку с ледяной водой и со льдом. Держите за меня кулачки, пусть все получится. А теперь очистка. Я же не знаю, как он будет чиститься. Дозреваю, что плохо. Да, не очень хорошо, мягко говоря. Даже не представляю, как именно нужно обрабатывать язык, чтобы не срезать его так вот с ошметками ценного мяса. Даже моя спонсорская самура не очень помогает. Ну, назвался Груздем, полезай в кузов. Буду чистить, как чистится. Вообще, вы сейчас спросите, а чего ты просто нормально не отварил, как все варят язык там полтора-два часа? Тогда все легко очистится. Да потому что я на выходе все-таки хочу получить язык, ну, хотя бы частично розовый. То есть, именно такой, какой бывает, ну, как колбаса бывает, как ветчина, таких оттенков. Ну вот. И сущность хотелось бы сохранить как раз то, какая бывает в колбасе. А для этого варка должна быть вообще при температуре не выше 80 градусов. Я, кстати, в сувиде как-то выдерживал язык часа 3 или 4. Тоже отвратительно чистился. Поэтому так вот извращался сваркой 10 минут. И тоже, как видите, нормально не помогло. Вот такой язычок получился. А теперь надо старательно обмотать этот язык полосками грудинки. Благо, оно у меня уже отлично просолилось. Но язык, видите, не одинаковой толщины. Это не как колбаса по длине своей. А моя оболочка, та, которая у меня имеется в наличии, всего 80 миллиметров в диаметре. Поэтому мне нужно его стандартизировать. Какой-нибудь разрезать и удлинить, что ли. Давайте попробуем. Вот так вот. Вот у нас одна часть. Так, что ли? Тоже многовато. Вторая часть. Вот так вот. Вторая. У нас с этой стороны как-нибудь будет третья. Вот что-то вот такое у нас получится. Ну, а чтобы это дело обматывалось, надо как-то устроить что-то вот в таком духе. Удобнее, конечно, было бы все делать, если бы грудинка была нарезана более широкими полосками. Но какая есть, такая есть. Сейчас сплету из нее такую циновку. Вот такую вот. И на нее можно будет укладывать язык. Ну, и вот так вот. Надо будет уложить. А потом это завернуть сюда. Вот такая картинка. Теперь нужно поместить эту красоту в оболочку. Я собираюсь использовать вот такую, калибром 80 мм. Это у меня полимерная. Сложный процесс. Язык великоват. Оболочка тонковата. Ну, диаметр маловат. Очень плохо влезает. Нет, конечно же, было бы гораздо удобнее использовать коллагеновую пленку, но она у меня кончилась просто. Вот так. Остается обвязать и уплотнить как следует. Красота! И можно вот в таком виде отправлять все в духовку. Если внимательно изучить специальную литературу, ну, тот же самый справочник технологок колбасных производств под редакцией Рогова или просто хотя бы Атлас Наркомпищепрома, то можно выяснить, что продукты ветчинного типа колбасы готовят как варенок копченый, так и копчено-вареный. То есть порядок обработки дымом может быть до температурной обработки до 80 градусов, до 70 градусов внутри, так и после него. В моих условиях с моими коптильнями, ну, может, просто вкус у меня такой, мне более нравятся те продукты, которые у меня получаются по схеме варенок-копченых. Варка в колбасном производстве не обязательно варить в воде. Это просто температурная обработка. Ну, по-хорошему, с паром. Поэтому я сейчас отправляю все в духовку. На нижний противень наливаю воды, на средний укладываю язык, пристрою здесь щуп термометра, второй загоню внутрь. Режим конвекции, температура 80. Реально, температура в духовке при установленной на ручке 80 градусов скачет в моих условиях от 75 до 85. Это не то, что у меня духовка плохая, это вообще беда всех бытовых духовых шкафов. Можем стать и профессиональных. Я в них не ковырялся. Поэтому, пока не приноровитесь в своей духовке, очень внимательно следите за температурой, используя внешние термометры. Проверяйте все это дело, потому что это один из ключевых моментов, в результате неотслеживания которого можно получить брак. Вот так вот выглядит график. Не очень утешительная картинка, верно? Встретимся завтра. И снова доброе утро. Вчера эти замечательные языки у меня в духовке отдыхали, наверное, в общей сложности часов в пять почти. После чего я их вытащил, и благо на улице было плюс восемь, плюс девять, оставил на улице остывать. И сейчас можно коптить Делать я это буду при помощи своего дымогенератора. Постоянно зрители канала видели его уже ни в одном, ни в двух, ни в трех даже роликах. Более того, я даже отдельно рассказ о нем снимал. Если не забуду, повешу здесь в уголочке ссылочку на ролик. Давайте его заполим. Делать это, конечно, удобнее при помощи икеевской свечки. Такая, которая в металлических баночках таких. Но у меня что-то их сейчас нет. Как я уже говорил в предыдущих роликах про дымогенератор, он хорош тем, что дает небольшое количество дыма. А значит, очень сложно перекоптить продукт. Мне не нравятся продукты, которые слишком сильный запах копчения имеют. А здесь, даже если на полчаса, на час позже пришел, чем запланировал, ничего страшного не произойдет. Так, ну и давайте собирать эту конструкцию сюда. Смотрите, какой классный язык. В принципе, его уже сейчас можно есть, но мне хочется все-таки подкоптить. Накрываю крышкой. Здесь все открыто, снизу отверстия открыты, так что тяга будет. Как вы понимаете, совершенно не обязательно для использования этого дымогенератора городить вот такую конструкцию. Просто у меня есть такая железка, и все. А все предыдущие разы я коптил вообще в картонной коробке, и все было прекрасно. Значит, оставлю я этот процесс часов на 10-12, наверное. Поэтому встретимся с вами уже за обеденным столом, когда буду резать и пробовать. Оставайтесь с нами. Долгожданный момент. Проба получившегося языка. Вчера он у меня коптился даже не 12 часов получилось, а почти 18. После чего я его вытащил, оставил проветриваться на всю ночь. Утро он еще полежал немножко в холодильнике. Нет, конечно, для полного выранивания вкуса было бы хорошо этот язык дать ему полежать еще хотя бы сутки. Лучше двое, но уже не терпится. Давайте смотреть, что там внутри. Расплосую прямо вот здесь. вот такое содержимое. Смотрите, часть желировалась, часть соков. Ну, в принципе, интересная картинка, мне-то нравится. так, веревочки надо убрать. вот такой натюрморт. Хотя вы знаете, я же этот язык-то планировал как нарезку к новогоднему столу, а Новый год и мандарина неразделимы, поэтому давайте-ка еще... Я специально сюда вытащил сок мандаринового дерева, мандаринчиков тоже. Ну, вот так для натюрморта. Ну, и давайте уже попробуем, что получилось. Кусманчик я отрежу. Ну, запах пахнет языком, легкий запах копчения и легкий-легкий запах бекона. Я ожидал, что бекон на самом деле будет посильнее пахнуть. Ну, панцет, он же фактически приготовлен по технологии бекона. Так, что насчет вкуса? Да, вот эта пленка, кстати говоря, ее надо снимать, она несъедобная. Ммм! Это прикольно. Язык достаточно плотный, не такой вот разваристый, как бывает, когда его сильно сваришь, мягкий, расползающийся. Нет. Он такой, живется, похрумдывает. Очень классно сочетается с вот этим жирненьким беконом. Это очень интересная такая нарезка получается. Очень хорошо ее будет подавать на новогодний стол с хреном. Или с горчичкой рядом. Прям очень хорошо. Ммм! Прям классно. Просто классно. Очень вам рекомендую попробовать приготовить такой технологии. Только, чтобы не мучиться, все-таки озаботитесь приобретением коллагеновой пленки. Ну, или в пищевой отварить, в конце концов. Потому что, правда, в пищевой, если отварить, коптить не получится. Она непроницаема. Вот эта оболочка проницаема для дыма. Коллагеновая тоже, кстати, проницаема. Значительно меньше, чем вот эта, но тоже проницаема. Так вот. Ну, в принципе, можно и без копчения это дело сделать. Ничего страшного не будет. Я не коптил сильно, как вы видите, потому что не люблю сильный запах копчения. Слегка-слегка вот пожелтело. Видите, из сала. Легкий-легкий аромат дымка появился. И вот мне этого достаточно. Это очень неплохой вариант. Я, по-моему, уже какой? Третий или четвертый вариант. Предлагаю нарезок новогоднему столу. Так что, если всего приготовить, то у вас, кроме как нарезок, больше и на стол ставить нечего будет. Берите рецепт на вооружение. Спасибо вам за активность на канале. Огромное спасибо тем, кто репостит видео. Это позволяет каналу расти, набирается аудитория. Отдельное спасибо саму Лизу за спонсорство. А вам за компанию. Всем пока и с наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова